добрый день я не занимаюсь промышленной вовлей самов и достаточно сомика другого поэтому я пользуюсь очень маленькими переменами 10 крючков максимум дно нашего озера песчаная с глинистой подслойкой там нет водорослей практически нет корят поэтому обычный груз в виде ложки тянется и нет и не зацепляется за грунт поэтому я решил сделать вот такую вот груз кошку вот есть лапы у него и собственно груз и петелька за которую это дело можно цеплять шнуру грамм наверное двести триста больше не надо это гораздо изящнее чем кирпич или мешок с камнями перевозить бросить он нет не острые карая потому что все это происходит из лодки можно зацепиться так гораздо безопасней вот это видео я хочу рассказать этом видео как я сделал практически на коленке 5 гвоздей и свинца отгрузил и проволочки сделал вот такой вот груз якорь кошка и так приступим надеюсь вам понравится для этого нам понадобится свинец для грузов несколько гвоздей сгибаем гвозди вот таким образом под прямым углом нам понадобится скажем три гвоздя и четвертый нам понадобится позже просто плоскогубцами берем и сгибаем под прямым углом четыре гвоздя это пятый гвоздь будет нам как цевьё нашего будущего якоря вот так должно будет выглядеть связанном виде то есть четыре гвоздя торчащие в разные стороны и один гвоздь вот здесь вот видно посередине берем мягкую медную проволоку метровый кусок скажем так сгибаем на конце небольшой большое колечко чтобы ему потом можно было что-то цеплять или привязывать этот край закручиваем вокруг оси теперь собираем гвозди просто закручиваем потом закрепим более развернув все в правильные стороны окей расставляем в правильном порядке гвозди начинаем заматывать проволокой вокруг конечно получить более не менее жесткую конструкцию иногда подправляем идем дальше обматывая гвозди проволокой такой получается мини якорь кошка дело в том что на наших озерах где я ловлю самов дно глинистое поэтому якорь в нем не тонет а привязывать кирпич и возить его с собой как-то тоже не камильфо а так он будет цепляться за дно собственно вот так и здесь эта штука вот получается такая вот вещь теперь почему я оставил здесь шляпки а не острия потому что деда работаем с лодкой так гораздо безопаснее ни за что не зацепиться они проверяют лодку а на дне ему все равно таким такой шляпкой цепляться или невоздием мышцы откусить сделать их острыми но это как вам больше нравится так ну вот эта штука готова к заливке доливке свинцов сейчас будем делать форму и так делаем форму нам понадобится песок вот мне здесь есть крупный зернести песок лучше бы конечно мелкий песок какая-то емкость и вода смачиваем песок водой так чтобы он днем можно было бы лепить излишек из воды можно слить так вот становится твердым и можно сделать углубление мы засыпаем песком сейчас я сниму камеру покажу это поближе вот форма песчаная форма посередине ставим наш такой вот якорь кошку так и теперь вровень с уровнем песка вровень с торчащими гвозями засыпаем их песком с тем чтобы гвозди были бы внутри в песке так самый самый ровень можно добавить чуть-чуть водички так окей берем подходящего размера стакан так чтобы он накрыл полностью нашу штуку вот так и насыпаем песок вокруг разравнивая и утрамбовывая так очень удобно это делать одной рукой я попробую поставить на штатив засыпаем как я уже сказал песком и утрамбовываем со всех сторон если песок мелкозернистый то работать будет гораздо удобнее смачиваем и утрамбовываем и утрамбовываем и аккуратно вынимаем стакан в итоге получается вот такая форма в которую просто заливаем свинец свинец плавим в обычной консервной банке вот как здесь только открыть окна потому что они еще будет страшно это за него минут 5 времени и свинец расплавился сейчас будем его заливать окей теперь аккуратно заливаем свинец в отверстие и даем ему остыть где-то прошло с полчаса и это остыло мы вытаскиваем и смотрим что у нас получилось эту каплю можно оторвать вот такой груз он тяжелый и цеплючий как якорь спасибо благодарю за внимание ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до свидания с вами был Грин Рок хорошо спасибо спасибо это что д